Ну а начнем с Иркутевского лета, которое в эти минуты отмечают подмолодечным. Праздник в знаменитом музее Фольварки объединил читателей бумажных и электронных книг. Сотни людей разных поколений ощущают атмосферу места, которое более века назад стало страницей, лепшую у штуденнику життя. Так писал Максим Богданович. В июле 1911 состоялось символическое возвращение поэта с берегов Волги на родину. Они не виделись почти 15 лет. Побывал в Вильно, а затем два месяца отдыхал у шляхтичей Лычковских около Красного села. Рокутевский багаж песнира, два цикла стихов Старой Белоруссии, место, две поэмы Вероника и Увесцы. Сегодня на устах созданное классиком, а также посвящение ему от наших современников. Жил Максим в доме арендатора. Уже 25 лет здесь музей. Сейчас необычный квест по экспозиции. Среди почетных гостей праздника – потомки классика и его друзей-братьев Ивана и Антона Лускевичей. Я ночу, что это его родное, я ночу себе белорусом, я ночу себе дома, и тому я его все отрималась, и тому ему писалась. И мы это памятаем, и мы завсюду тут сбираемся. В Максиму, как завсюду в Воложке, в Сидибу, из дымки нашей семьи Луцкевичей. Сегодня в автобусе, ночь не спала, перегортала свои сторонки архивные, то, что привезла, и думаю, как это все. Я отчуваю некую отказность за то, что я маю в хате, и за то, как бы это все не пропало, как бы это было в музеях, в архивах, и как бы это все было на Беларуси. В хозяйском доме всем предлагают стакан воды, непростой. К ранице Богдановича можно и самим прогуляться. Поэт в Рокутевщине любил ходить в народ, изучал традиции отцовского края, слушал жнивенские песни. Сегодня звучат с главной сцены праздника. Свои достижения представляют ремесленники-молодецнищины. Для тех, кто привык проводить время с пользой, мастер-классы по плетению венков, выценанки и написанию лимериков. Это стихотворный жанр пятистишья, которым увлекался, например, автор приключений Алисы Льюис Кэрролл.